Здравствуйте! Сегодняшний урок курса Человека-Общества в 10-м классе проведу для вас я, Прокушкин Анатолий Вячеславович. На сегодняшнем уроке вам понадобится тетрадь, в которой по ходу урока вы выстроите схему. Пожалуйста, приготовьте тетрадь. Ну что же, а начнем мы наш сегодняшний урок с небольшого отрывка мультфильма. Ну давай, говори, ты же знаешь, что это. Лучше ты, тебе проще. Ну что, еще раз вопрос повторить. Да помню я вопрос. Помню. Ну, единственное, что мне здесь приходит на ум, это то, что я очень-очень-очень много говорю. И иногда по лицам окружающих можно сказать, что они хотят высказаться, а я им не даю этого сделать. Вот. У меня был один знакомый австралиец. Нет, не австралиец. Ну, точно не помню. То ли француз, то ли австралиец. В общем, иностранец. Так вот, то, что он говорит, понять вообще невозможно было. Вообще, представляете, ни слова. Вот так. В Нью-Касле есть такая привычка у всех. Все время вставлять слово «старик». Даже если общаешься с женщиной, ты можешь вставить, понимаешь, старик, даже если я собственной мамой говорю, я могу спросить, что старик. Ну, а потом я понимаю, что это твоя мама, и она никакой не старик. Приехав сюда, я долго отвыкал, это слово меня преследовало. Если меня, к примеру, толкала на улице какая-то женщина, я говорил, аккуратней, старик. Теперь в моде новый язык, городской. Например, брюлики. Всем нравится слово «брюлики». Да, брюлики. Хотя здесь речь идет не только о словесном языке, но и о языке тела, которое... Да, есть язык тела, самый универсальный язык. Например, глядя на тебя, я могу сказать, что ты раздражен, немного нервничаешь. Мне не надо об этом говорить обычным языком, я это и так вижу. Ты согласна с тем, что 80% коммуникации происходит невербально? Не знаю, я как раз думаю над этим. Ну, ты смотрела на меня, и происходила коммуникация. Ты немного нахмурила, значит, тем самым ты передала мне какое-то сообщение. Да. А по твоему лицу я прочитал. Да, значит, можно сказать, что 80% происходит невербальными способами. Да, да. Ребята, как вы думаете, о чем же пойдет речь на нашем сегодняшнем уроке? Думаю, что все уже догадались. Наша тема – общение и коммуникация. Эпиграфом нашего сегодняшнего урока я взял слова Антуана де Сент-Экзюпери. «Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения». А теперь внимательно посмотрите на наш план. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое общение, общение или коммуникация, структура общения, виды общения, особенности общения в информационном мире. Какое слово будет ключевым? Конечно же, вы догадались. Общение. Цель урока – знакомство с понятиями общения, коммуникация, средствами общения, особенностями общения в современном мире. Термины, с которыми мы сегодня познакомимся. Коммуникация, вербальное общение, невербальное общение, коммуникатор, реципиент. А теперь откройте тетради и зарисуйте проблемные задания. Заполните таблицу по ходу сегодняшнего урока и в конце урока сравните общение и коммуникацию по предложенным критериям. Что же такое общение? Общение – это вид деятельности, при котором происходит обмен идеями и эмоциями. Может ли современный человек прожить без общения? Ответ напрашивается сам собой. Конечно же, нет. Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга. Общение – это сложный процесс, в который входят три составляющие. Коммуникативная сторона общения, то есть обмен информацией между людьми. Интерактивная сторона – организация взаимодействия между индивидами. Перцептивная сторона – процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установление взаимопонимания. Исходя из этого, можно сделать вывод, что коммуникация – это процесс передачи информации и важная составная часть общения. Коммуникация или общение. Давайте разберемся, в чем заключается специфика информационного обмена между людьми. Общение нельзя рассматривать как отправление информации какой-то передающей системой или как прием ее другой системы. В каждом коммуникативном процессе реально даны в единстве деятельность, общение и познание. Посредством системы знаков партнеры могут повлиять друг на друга. Важно находить общий язык, обладание единой или сходной системой кодирования и декодирования информации. Посмотрите, как это выглядит на примере. Одно и то же сообщение может иметь различный смысл. «Я приготовила обед». Говорит «мама для вас» – это может означать как приглашение к столу, если до этого она вам уже сообщала, что скоро будет обед, так и законченность действия. Ну, приготовила и будет отдыхать. Или ожидание ответных действий. Например, «я закончила готовить», и, следовательно, мы можем заниматься чем-то другим, о чем договорились ранее. Давайте схематически представим модель коммуникативного процесса. «Кто передает сообщение?» Коммуникатор. «Что передается?» Сообщение или текст. «Как осуществляется передача информации?» Это канал связи. «Кому направлено сообщение?» Рецепиент. «С каким эффектом?» Это эффективность. Структура общения состоит из субъекта, того, кто является инициатором общения. Цели – это то, ради чего возникает необходимость в общении. Содержание, то есть информация. Средства – это способы передачи информации. И получатель информации. Все средства общения делятся на вербальные, речевые, и невербальные, неречевые. К первым относятся речь, интонация, темп речи, тембр голоса. Ко вторым – поза, жесты, мимика, взгляд и знаки. Вербальное общение осуществляется посредством речи. Речь является универсальным средством коммуникации, так как при передаче информации с ее помощью передается смысл сообщения. Тот, кто передает информацию, называется коммуникатором, а кто принимает – рецепиентом. В зависимости от содержания, целей и средств общение можно разделить на несколько видов. По содержанию оно может быть материальное, когнитивное, кондиционное, мотивационное и деятельностное. При материальном общении субъекты, будучи занятыми индивидуальной деятельностью, обмениваются ее продуктами, которые в свою очередь служат средством удовлетворения их актуальных потребностей. При кондиционном общении люди оказывают влияние друг на друга, рассчитанное на то, чтобы привести друг друга в определенное физическое или психическое состояние. Мотивационное общение имеет своим содержанием передачу друг другу определенных побуждений, установок или готовности к действиям в определенном направлении. Иллюстрацией когнитивного и деятельностного общения может служить общение, связанное с различными видами познавательной или учебной деятельности. По целям общения делится на биологическое и социальное. Биологическое – это общение, необходимое для поддержания, сохранения и развития организма. Оно связано с удовлетворением основных органических потребностей. Социальное общение преследует цели расширения и укрепления межличностных контактов, установления и развития интерперсональных отношений личностного роста индивида. Посредством общения может быть опосредованным и непосредственным, прямым и косвенным. Непосредственное общение осуществляется с помощью естественных органов, данных живому существу природы – руки, голова, туловище, голосовые связки и т.д. Опосредованное общение связано с использованием специальных средств и орудий для организации общения и обмена информацией. Прямое общение предполагает личные контакты и непосредственное восприятие друг к другу общающихся людей в самом акте общения. Косвенное общение осуществляется через посредников, которыми могут выступать другие люди, скажем, переговоры между конфликтующими сторонами на межгосударственном, межнациональном, групповом или семейном уровне. Выделяет следующие функции общения. Личностно-формирующую. Когда общение является необходимым условием для формирования личности человека. С кем поведешься, от того и наберешься. Коммуникативную. Передача информации. Инструментальную. Общение выступает как социальный механизм управления для осуществления каких-то действий, совместной деятельности, принятия решений и т.п. Экспрессивную. Позволяет партнерам по общению выразить и понять переживания, эмоции друг друга, отношения. Психотерапевтическую. Общение, подтверждение внимания людей к человеку является необходимым фактором для сохранения психологического комфорта, положительного эмоционального самочувствия, физического здоровья человека. Для человека нет более страшного наказания, чем находиться в обществе и быть незамечаемым другими людьми. Интегративную. Общение выступает как средство объединения людей. Социализирующую. Через общение происходит усвоение норм культуры и ценностей определенного общества. И, наконец, функцию самовыражения. Общение позволяет продемонстрировать личностный, интеллектуальный потенциал человека, его индивидуальные особенности. Каковы же особенности общения в современном мире? Формирующееся информационное общество характеризуется не только расширяющимися возможностями накопления и переработки информации, но и новыми формами общения. Технические средства, телефон, интернет, заменили переписку и уменьшили личные визиты и встречи. Сокращается время передачи информационных потоков, увеличивается их объем и сокращаются расстояния между участниками общения. Характерной особенностью коммуникации становится постоянная необходимость достраивания, конструирования образа партнера по коммуникации, также и правил взаимодействия с ним. Преобладание виртуального общения. На сегодняшний день преобладание виртуального общения, несмотря на его удобство, создает трудности и несет, конечно же, определенные угрозы. Давайте попробуем вместе с вами назвать недостатки виртуального общения. Вот какие нашел я. Открытость информационного обмена сочетается с фрагментарностью. Недостает эмоциональной насыщенности и социальной ответственности. Интенсивность информационных потоков значительно превосходит возможности ее осмысления и усвоения. Думаю, и вы нашли, что добавить. Еще одной, на мой взгляд, важной проблемой виртуального общения являются риски, связанные с безопасностью информации и сохранностью личных данных в интернете. Распространение фейковой и несущей угрозы здоровья информации. Что же такое фейк? Давайте проведем минутку медиа-информационной грамотности и посмотрим следующий ролик. Здравствуйте, сэр! Вам куда? На углу Фейк-стрит и улицы Неправда сегодня ремонтируют трубы. Хорошо, я оставлю вас в паре кварталов на улице Правды. Радио Фейк! Внимание, срочные новости! Марсиане вышли на контакт с Международной космической станцией. Король Марсиан призывает людей сдаться, ведь уже по всей Земле ходят агенты Марса. Салам, Макс! Что случилось? Куда ты торопишься? Хм, Макс, это неправда. Нет никаких Марсиан. Это фейк. Что такое фейк? Давай спросим у ребят, что же такое фейк? Фейк — это придуманная новость. Очень часто фейки придумывают, чтобы манипулировать сознанием. Также фейки придумывают, чтобы поднять популярность чего-либо. Фейки используют с незапамятных времен. Продавцы на древних восточных базарах. Из-за войны фейками после выборов в США 2016 года слово «фейк» стало самым используемым в мире. Второе и третье — Инстаграм и спиннер. Политики придумывают друг про друга небылицы, чтобы повернуть голоса людей в свою пользу. Иногда фейки используют, рассказывая бред ради популярности. «Джоли усыновила всех мальчиков Камбоджи. Зима не будет», — заявили в Министерстве добрых дел. У певцов кыргызской эстрады по шесть пальцев на ногах. Фейк стал очень популярным после проявления и раскрутки интернет-паутины. Как не попасть в капкан фейк-новостей? Нужно применять критическое мышление, читать несколько источников, сопоставлять их и задавать вопросы. Сегодня есть множество сайтов, таких как stopfake.org, которые борются с фейками в интернете. Макс, что ты там делаешь? Сегодня Макс стал самым популярным персонажем на Земле с миллиардом просмотров на фейк-тюбе. А ты попадался на удочку фейка? А теперь давайте перейдем на сам урок. Итак, сегодня мы говорим об общении. Давайте же попробуем подобрать каждой букве этого слова слово по нашей сегодняшней теме. Общение — это Я думаю, каждый из вас может подобрать и свои собственные примеры. Наш урок подходит к завершению, и пора подвести итоги. Давайте же посмотрим на сравнительную таблицу, которая у вас заполнилась в тетрадях по ходу сегодняшнего урока. Итак, наша задача была сравнить общение и коммуникацию. Что же общего между ними? Конечно же, это обмен информацией. Каковы же различия? С точки зрения получателя информации, в общении получателем информации является человек. При коммуникации получатель информации — человек, животное или машина. Наличие обратной стороны связи. В общении — это взаимный обмен при активном участии каждого субъекта. В коммуникации — однонаправленный поток информации при отсутствии обратной связи. И последний критерий — усиление или обособление участников. При общении происходит усиление общности участников. При коммуникации участники остаются обособленными. В завершении сегодняшнего урока предлагаю вам проверить себя, как вы усвоили сегодняшнюю тему. Ответьте на вопрос. Что общего у таких видов человеческой деятельности, как игра и общение? Конечно же, правильный ответ требует соблюдения определенных правил. К невербальному общению относятся? Верный ответ — мимика. Что относится к формам общения? Конечно же, это вербальное общение. Продолжите предложение. Коммуникатор — это. Рецепиент — это. Коммуникатор — это человек, адресно передающий информацию и влияющий на партнера по общению. Рецепиент — это субъект, получающий, принимающий информацию. На этом наш урок закончен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok